Так где там наша игра? Там пол игры уже пропустил, судя по всему. Ну, кстати, не пол игры. Пропустил я буквально 10 минут. О, Рики наблюдается. Так, как обычно, когда зашёл в игру, так посередине игры, ничего не понятно, что происходит. Но вижу Рики Бестмастера, много Вижена, много Вижена отмечаю сразу. И Сларк, да? Реально такая ёбка по Вижену в этой игре. Может происходить проблемы у Ларри. Или нет проблем у Ларри? Ну, в итоге нет проблем у Ларри, там стрелой Мирана не попала. То есть птицы Бестмастера, у него ещё и замакшенные они. Рики бегает в инвизии. И Сларк, который палит варды и ночью далеко видит. То есть по Вижену Ван Мува может быть крайне неприятно в этой игре. Вот. Ну, а в остальном что? Кэрис Ларк и какие-то там ещё герои. Пакеты. Пакеты у Пантомима воруют. Ну, Габен это известный вор пакетов. Это правда. Время рангов. Это тоже правда, да. Етор, 13-й ранг. Мипошка, 36-й ранг. Мирослав, 130-й ранг. Лария. Ранга нет. Коллапса ранга нет. Муна Куша, значит, получается, 65-й ранг. Айнкрат. Шазанутый, 186-го ранга. Пантомима, которую воруют пакеты, 67-й ранг. Гилгир. 146-й ранг. И Афтерлайф, 252-й ранг. Ну, ранги, конечно, у мужиков из Спирит посерьёзнее будут. Ну, явно они тут фаворит, конечно, в этой встрече. Явный фаворит. Так, я сейчас приду. У меня чая нет, я сейчас в тильте. В кильке. Если хочешь, чтобы в твоём инвентаре было так же много аркан, как снега за окном, тогда попробуй новую линейку сокровищниц, которые завалят тебя сочными вещами. Халявные офферы, где за покупку одного даётся ещё два подаркам. Всё это и не только в новом зимнем ивенте от тестиков. А если тебе не понравятся вещи, то просто выведи деньги на Steam и купи игру, которую давно хотел. Обязательно заходи и получи 15-процентный бонус к пополнению и бесплатный рундук по ссылке в описании. Такс. Ну чё, паузу, значит, отжали. Игра, значит, продолжается. Doom Top 1 Networks наблюдается. Это Carry Doom в очередной раз, да? Судя по всему, Carry Doom. Doom, Волк и Тускар. Только что, кстати говоря, подобные же 3 Carry были у X3. Прошлых соперников сперед. Итор заганкали, чё-то он тут переоценил свои шансы, так скажем, диффузал. Есть у него, дальше хочет купить себе ещё Falconage и потом и гоним. Ну тайминги такие у него. Не, у него хороший Нетворс, но вот сейчас вот он умер. Это прям неприятно, потому что этот хороший Нетворс может превратиться в не самый хороший в случае подобных смертей. Потому что, чё, Falcon, агоним, это не так быстро всё нафармить. А Сларк для агонима, в принципе, сосал, как правило. Нижнюю вышку спирита давать не хотят. Но кто-то сюда тыпался и отменил. В итоге тут остался один Ларри. А его-то могут и зажарить сейчас, Рачка-то. Он с ДД, стрела, хорошая, продолжение. Ларри погибает. Через кучу ультов его убили, но это был важный фраг, потому что, если бы он успел тут нажать с вашего бака, покатиться, он бы тут всех распинал бы, растолкал. Было бы неприятно. Ещё и на топе успевают задефать. Ну, правда, вопрос, как бы... Ну, да, успевают, успевают. Тут вроде как нормально всё, опытомема, некоторые проблемки, ультимейт, коллапса в него. Он погибает, но это такая вынужденная жертва, чтобы потянуть время, пока подходят основные силы. А вот основные силы, Айнкрат уже здесь. Мипошку украл шарик, поможет попробовать коллапса спрятать, прячет коллапсы в шарик. Мункуши без ультимейта играет. Ну, это, конечно, моё почтение. Просто пиздец, на самом деле. Ну, то есть, чел тупо на думе без дума. На десятом уровне. Ну, бля, ебаный цирк, на самом деле. Просто ебаный цирк. Ну, и Вижена. А, а, Мира. 10 хп, боже. Вижена нет. Умерли саппорты. Даст, возможно, был у них. Сентричок вот не доставал. В итоге Мирослав как-то там выживает. Не, ну, это циркачество. Это такая жадность. Вот, взял. Ну, то есть, ты можешь взять дума вместо, там, третьего девауера. Да, ты нафармишь, из-за этого ты там, ну, типа, потратишь несколько девауеров. Во второго, а не третьего уровня. Соответственно, не заработаешь, там, 200 какие-нибудь голды, предположим. Да, но зато будет драка, ты дашь дум, там, в Рубику. Он не кастанет шар. Вы быстро всех убьете. И Рубика убьете. И всех убьете, и никто у вас не умрет. И вы кайфанете. И это гораздо больше value, конечно, чем от того, что ты заработаешь 200 голды за счет одного уровня в девауер. Ну, короче, блядь. Это жадность, и я бы даже сказал, это глупость просто невероятная. Так играть... Можно на любом герое не брать ульты, ведь ульты, они в основном для фарма необходимы. Ой, для драки необходимы, как правило. То зачем на тайде брать ульт? Ведь можно раскачать себе все остальные скиллы. И качаться увереннее, да? Зачем на магнусе брать ульт? Ну, да ладно. Минус 2 спириты получают. Но, правда, Дум погибает. Дум, он так отдать и не смог. Хорошо тут прячет себя Энкрат, пока тут шарик. Ларри катается. Пытается Энкрату сбить. Энкрат мальсит! Гонщик нелегальный, профессиональный Ларри. Ай-яй-яй, не туда и вон. Сейчас будет шар еще, по идее. Не дотягивается Энкрат, что ли? Нет, дотягивается. Катится сюда. Убивают в итоге Ларри. Но, правда, здесь Еторо начинает резать одного за другим. Пантомему уже пора перестать выпендриваться и выпрыгивать. Он так и делает, и убегает. Ну, и Энкрат тоже убегает. Ну, а Afterlife все это время просто долбил низ. Здесь его не было, этот пацан не стал. Может, и зря. А, может, и не зря. ХЗ. Но ему второй Доминатор уже вот скоро будет лететь. Чуть-чуть осталось. Ну, и вышку он здесь почти сгрыз. Так что, в принципе, импакт есть. На гитаре Doom бахает. Ну да, в отличие от прошлой игры, это Spirit против X3, здесь гораздо-гораздо интереснее. Здесь есть борьба. Здесь явно видно, что... Ооо, это сон! И все, ДД, правда, забирает пантомем. Но он сразу с этим ДД и умирает. Так что, в принципе, это пофигу. Ну, хотел Мира, чтобы Етора все-таки успел ДД забрать. Но не успел он. Киски забрал ДД, тут же сдохло. Так что, получился байт на лоха в какой-то степени. Ну, Мирослав начинает... Я, кстати говоря, играл на таком Рике. Могу сказать, что, в принципе, это прикольно. То есть, у тебя ты нихера не делаешь долгое время. А потом ты даешь дротик в человека. Он спит. Ты ему тучку наебала, и вы убиваете. Ну, инициатива очень сильная от такого Рики. Потому что он из инвиза, с очень большого ранжа. Дает дротик. И так может начинать драки. Порой. Ну, и у тучи у Рики. Это, в принципе, очень сильная штука, на самом деле. Там, по идее, где-то должен быть... Вот, да, на 15 уровне есть талант на перезарядку смокскрина. Минус 4 секунды. Итого, получается, кулдаун 7 секунд. А время действия, как бы, 6 секунд. И герои без БКБ, они там просто в бесконечном сайленсе, в промахах и так далее. Иной вопрос, что, конечно, люди покупают БКБ. Но кто-то, может быть, и без БКБ. Ну, либо БКБ могут закончиться. Так, Мира. Фоткает Энкрада, видит его. Вот разведка очень крутая, конечно, еще от Рики. Бесконечный Инвиз. Ну, всю карту Сент-Райме не заставишь, то есть. Ну, это факт. И даже гем, как бы, он поможет, но долгое время, до там какого-то уже лейта, команды двигаются, ну, как бы, порознь многие. Ну, сплит-пуш, потому что надо фармить линии, там, отпушивать и так далее. Кто-то идет гангать, кто-то что-то фармит. И даже если у вас есть гем, но он есть у кого-то, да, но не у всех подряд. Ну, так, непонятное тут, конечно, нападение какое-то произошло. И Сон одновременно, и Шотган. Ну, что-то немножко не сориентировались. В любом случае, Энкрада спасают Форстафа моментально, чтобы он не погиб. Ну, и Энкраду нормально. Опять Сон, маленький очень кулдаун на этот самый Сон. Еще и Мира Инвиз украл, тут же стрела в него, но он отпрыгивает на тиммейта. Слушайте, ну, Мира прямо на Рики, я смотрю, подзадрочил, подзадрочил. Драченый Рики такой какой-то. И покатились в Энкраду. Ему очень больно спасти бы как-то Энкрада, но... Ой, Ларри опозорился и могут сошвать к баклам, но все равно хватило. Почему-то бабка не стала использовать ни печеньку, ни Форс. Возможно, он был далеко на бабке, да? Братан, там нападают на тиммейта. Бля, если бы он сразу, прямо с самого-самого начала побежал бы назад, он, может быть, успел бы. Но он тут пиздец... Чё-то... Чё-то крутился, вертелся. Оба, прыжок, прыжок, ещё прыжок. Рики пытается бабку прогреть, но у Рики... У такого Рики, конечно, ещё и который взял себе... Это... Философский камень. Дэмэджа нет вообще. Убили Кискус. Он пошёл по Мункушу. Мункуш пока бы не нажимал. Отстанивают Афтерлайфа, чтобы он саппортов не ел. Мепошка с блинком, оказывается, не получается его догнать. Ларри тоже убегает. Все убегают. И только Рики остался где-то в бэклайне. Опять же, его никто не видит, этого Рики, потому что... Непонятно где. Ну, а тут просто гуляет. Гуляет, что-то исследует. Может, какую-то курицу подрезать. Либо просто увидеть кого-нибудь. Хочет, чтобы информация появилась. Ходячий вард такой получается. И это проблема. Фокусники это круто, но до определённого уровня игры. Вот наступает определённый уровень игры. Очень-очень высокий. Где фокусники работать перестают, как правило. БКБ Айнкрат нажимает... Ну, просто впадло ему. И он просто сдох. Ну, Айнкрат, он такой. Он, типа... Немного клоунский нос у него красный на лице находится. Я каждый раз смотрю на этого игрока и понимаю, что клоунский нос имеется. Так-с. Рошан падает. Летит стрела. Попадает Рики. Кстати, въебала эта стрела, если что. Поняли ли они? Это, наверное, поняли ли? Тор забирает Аегису и там просто... Они бежали получать въебало. Как же они получают там въебало, боже? Ну, это просто какой-то ебучий кошмар. Они вбежали. Я даже хочу ещё раз посмотреть, что с ними случилось-то. Летит стрела. Попадает Рики въебало. Они такие вбегают. Вроде неплохо. Чем их так порвало-то, блин? А, ну шарды и фейтболт. Вообще Рубик очень много дэмэджа нанёс, походу. У Рубика же доп. урона от заклинаний. С Аркейн Суприма. Если он украл шарды и просто фейтболт. И всё. И там пипец дэмэджа. Ну да, четыре с половиной тысячи урона нанёс. А, ну правда, тут какие-то четыре фейтболта и шарды. Откуда четыре? Непонятно. Ладно, я тут мотанул на прямой эфир. А тут уже просто все сдохли кругом со всех сторон. Ну, в общем, игра была такая равненькая, интересная. А потом бац-бац-бац и всё, проебали. Ван Моф. Мужчины раньше. Сейчас будем смотреть интересное сражение. Пусть победит сильнейший. Мужчины сейчас. Это буковка И, а не Эль. Буковка И. А ты уверен, что это мужчины пишут, а не женщины? Откуда ты знаешь? Дело в том, что, ребят, этого игрока, у него ник Лария. Понимаете, как выяснилось теперь? Кто не понимает, о чём разговор, тебе должны посмотреть анонс этого игрока от Team Spirit. Он, кстати, прикольный. Ну, такой, реально адекватно сделан. Мне понравился. Не кринж, не кринж. Обычно кринж какой-то ебейший, где, типа, сидит какой-то суперсерьёзный. Бля, ну помните анонс Кумана? Бля, надо посмотреть. Надо посмотреть анонс Кумана, наверное. Ну, просто, вот, посмотреть два анонса. Анонс Ларри и анонс Кумана. Бля, я не помню, правда, что это за команда-то была. Где, помните, какая-то, эм, какая-то была кринжовая команда, которая закрылась уже вроде и больше её не существует. Где, типа, Кумана анонсировали тоже супер кринжово. Я забыл. Да какая Вега, какой? Да, кто это был-то? Сайбер Легаси, во. Да пипец у нас люди матчащи-чати не знают. Какой-то ашер все пишут. Чего, блядь? Сайбер Легаси это были, точно. Там пиздец омега кринж. По сумме, что-то похожее у них есть. Потому что такой какой-то напряженный герой, который даёт дополнительный вижен, которого тяжело убить. Чего-то он какой-то такой весь из себя мерзкий. Так что в One Move решили ответить на Рики в следующей игре тоже. Берут Мейден, походу хотят Бруду на линии трахнуть. То есть сейчас к Мейдену возьмут какого-нибудь... Ну, в самом деле много кого могут взять, но это может быть какой-нибудь тролль. Привет, отец. Встречалась с парнем три года. Он мне изменил. Как пережить предательство? Слушай, ну вопрос серьёзный задаёшь ты мне на стриме по доте. Я всё-таки не из психологов. Надо пойти... Время, время. Нужно время. Нужно время. Вот. Вот. В патруле. Вот человек пишет, Полина, позвони мне. Тут в чате найдутся, кто, конечно, поможет. Ну, а так, конечно, не тильтовать, гулять, не пить, не пить. Алкоголь не лечит никого, ребят. Алкоголь делает только хуже, как известно. Вот. Вот, поэтому... И время, время всё излечит. Это саппорт гирокоптер. Гир-гир-гир-гиролёт. Забери меня в полёт. Ребят, это оно. Наконец-то. Ну, всё. Моё сердечко через one move, потому что они, в принципе, взяли героев, на которых я играю на лоха. Это сайленсер и гирокоптер. В один пик, два сайл... Это худшее дерьмо, которое только можно вообще пикнуть. Потому что у них нет станов у обоих. Ну, то есть ракета и гирокоптер это такой стан, который ты зарядил, и герой убежал на четыре экрана, пока она до него долетела. Да, у них нет каких-то... какого-то берста, у них нет скиллов, которые с рейнджа вообще что-то могут сделать. То есть гирокоптер всё в мели, там, баражами своими. Ну, то есть они не могут забёрстить. Это худшая параша, которую только можно взять. И вот она на ваших экранах. Поехали. Поехали. Это будет великая победа. Ну, возможно, в отбув, а не пика героев, такие, ладно, на лоха, на лоха. Типа, сыграем на лоха, давай. Ну, на ком там играют на лоха? Ну, вот они взяли двух героев сразу в один пик. Ну, динозавр может и забёрстить, и застанет. Ну, динозавр-то может, ну, охереть теперь. Тогда, может быть, проще вообще героев не брать. Динозавр взял, он и забёрстит, и застанет, и вообще пизды всем даст. Вот. То есть, понятное дело, что динозавр, как инициатор, несколько фиксит проблемы, но... Надо понимать вот какой момент. Если у тебя во всём пике только один герой будет представлять угрозу, да, то есть только один герой может начать, только одного героя ты боишься, а на всех остальных похеру. Потому что увидел герокоптера, вот он там откуда-то из тени появился, тебе не страшно. Потому что ты просто от него убежишь. Сайленсер, то же самое, ТВ, то же самое, бруда, типа то же самое. И если только один герой, и это динозавр, то каждый раз, когда динозавр появляется просто где-либо на карте, все остальные, ну, понимают, что всё, вот динозавр там, значит в остальных местах ни на кого не нападут. Геройоптер проебал всю ману, потому что ракета стоит очень много маны. И пешка тоже стоит ману, в итоге он прилетает на линию, маны у него маловато. Да, есть, конечно, два манга, но тем не менее, тем не менее, такая себе история. Ну и Сайленсер с Глэйвом. Ну, Сайленсер с Глэйвом, здесь, наверное, я это одобряю, потому что он гораздо сильнее Мейден, получается. Если он один, её бьёт. Проблема в том, что он получает пизды, это Сайленсер, ребят. Он умер, кстати, да? Ну да. Он погиб. Это Сайленсер, ребят. Это вот этот самый герой. Ну, то есть, у него нет ни стана в ответ кинуть какого-то, ни замедления, чтобы ему просто отброситься, ни какой-то муфобилки. У него ничего, это Сайленсер, блядь. Я не знаю, как можно пикать это дерьмо. Это просто кошмар. Я каждый раз беру этого героя в паблике, я просто охуеваюсь с того, насколько он бесполезный. Много на саппорте играл? Ну, относительно. Много поигрывал. Я знаю, что у него мана пипец скончается. Ему к третьему уровню очень хочется на линии иметь фулл ману, чтобы пойти и просто брожами задолбить. Но таким темпом пантомием к третьему уровню сдохнет скорее, чем у него будет фулл мана. Так, Гилгир. Продолжает здесь глоевами закидывать. Ну, со временем, имеется в виду уровень третий-четвертый, так на топе кажется, какой-то замес. Я не пойду, кто кого бьет. Коллапса убили. Пантомием. Стреляет по Мирославу. Мункуша, Мункуша. Очень опасная ситуация. Пантомием. Та-да-да-да-да-да-да-да. Долбит нормально. Да, вот они теперь тут без хп. Вроде сделали фраг на Кентавре, но у них просто нет хп вообще. Может быть, звать его Полина? Пошла ёбка. Автерлайф использует Хангер, покусывает Етор по мяпошке. Гилгир отрабатывает по мяпошечке. Брудецкая. Брудецкая! Бруда! Ну, в итоге Етора может погибнуть. Он умрёт, кстати, да, он умирает. О, плюс два! Он стоит, спокойно качается. Ульдзевса ТБ погибает. Большие проблемы также и у Сайленсера. Но Автерлайф пытается убежать. Он, по идее, убежит. В куст просто залез. Да. Под ульдзевса два убийства сразу сделали. Одного сам Зевс забрал. Одного друзья Зевса заковыряли. Ну и старт от Спирит вновь хороший. Пантомемы за Мирославом пошёл. Там девять стиков и Ферик. Он его не убивает, конечно. А, не, ну с Айнкрадом вместе убивает. Да. Другой разговор совсем. Билд без Ретилейта вообще. Ну это, кстати говоря, правильно. Мне иногда бывало на троечку Кентавр выпадал. Ну, точнее, когда я все роли ставлю, Кентавр выпадает. Точнее, тройка выпадает, я беру Кентавра. Во. Я тоже, в принципе, качался без Ретилейта. Потому что скиллы-то сильные у Кентавра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пантомем. Пантомем. Это мем. Это пантомем. На. Да, очень жаль, но у Пантомема них... Нет стика. Вот у него стика нет. Это большая проблема. Брудецкая. Погибает Гилгир. Что-то мансит. Что-то крутится. И тоже погибает. Ну, типа у них такой драфт. Это просто смешно. Их драфт это смешно. Их драфт это 3-2-2. Понимаете? Это 3-2-2 драфт. Просто объективно. Ну, знаю. Это... Это лютый паб. Вот именно такой паблик-паблик. Да, где... Заходит чел, берет Динуса просто на ФП. И говорит, я в мид нахуй. Ну и ладно, это еще нормально. Вот. Дальше там какая-то бруда берется. Вот. И саппорты, видя вот этих вот героев, они берут просто двух персонажей без бруста и станы без всего вообще. И взять, может быть, ЦК какого-то. Я не знаю, ВК какого-то. Он высирает ТБ на ласт пик. Чтобы как бы и бруда качалась. Чтобы и у него стана не было. И ни у кого не было стана. На, сосать раки. Кто пиздел? Че украл? О, пульверайс. Вся будет ебка. Можешь я повторить себя? Ну, тут уже линию потеряли просто снизу, точнее, вышку потеряли. То есть, бруда... Бруда не просто не пушит лайн, да? Тут как бы 1800 хп. А бруда уже вышку потеряла. Вот это, как понимать вообще. Это едет петушок, это едет петушок, это едет петушок, это едет петушок. У Ларри Хоста. На, на. А почему стрим по доте превратился в давай поженимся с Яриком Нагузеевой? Слушай, ну а почему бы и нет? У них там реально есть кто там познакомился, поженился, там, еще что-то случилось. Это прикольно. Если вдруг вы познакомитесь у меня в чате с кем-то и поженитесь или выйдете замуж, сообщите мне об этом. Чтобы я был в курсе, так сказать. Алькрат делает пуль, ве, райс, еторо, еторо, еторо. Ааа, дайте залезть, говорит. Залазит, вылазит. И пошла, ебка, панто-мем. Ну, я не понимаю, ээээ, я не понимаю, что происходит в этой игре. Как будто бы ван мув после первой, после первой игры, где они, эээ, неплохо играли, но в один момент обосрались, как будто бы они, эээ, ну, в тильте, что ли, знаете. Так, так. Опа. Поехали. Топчет, долбит нормально, минус один. Погоня за инкадом, ловит его, рядом уже еторо, влетает жесткими, потому что фраг забирается в курсы. И на этом, ребята, момент исчерпан. Он исчерпан, потому что ноль идей. Вот он, вот он, вот он, вошел в них. Ай, хорош. Блядь. 0,75, чел на гирче. Ну и чем это отличается от моего типичного геймплея в доту в паблике? Скажите мне, чем? Вот я вижу ровно ноль отличий. Я в такой сей, что он реально с криками, я вхожу в них, поставил ракету, ебнул колдаун и полетел. Типа, и потом еще сказал войс, типа, я вошел. Так вот. Сайленс, сайленс. Мипошка. Отходит пока Штайнкрат, умирает. Ларис убирает его, Ларис убирает гелгира, сверху еще где-то убирает герокомптор. Пи-ши-те-гэ-гэ-безды, блядь. Ну че, сидите тут вообще. Поебало тех, кто на первые 10 фрагов от OneMove поставил, представили? Да не сделаю 10 фрагов от Игре. Опа. Оп, хорош. Питер на связи. Госавека лепить, пока грязевики не появились. Грязевики, ладно, минус 3 уже делаются, в размен на одну мейден, Етора жив. Просто Бруда одна забегает в пятерых героев. Ну ладно, там четверо осталось, но это не важно. Ну и Бруда, это тоже погибает, коллапс ее. Тут уже все. Идет гелгир. Бруда, они просто идут, как на конвейере, блядь. Следующий. О, идет, идет, летит. Следующий летит. Слушай, а может быть есть какая-то просто ставка на кучу фрагов, и они просто отфидят, типа, поняли? Ну то есть ставка, что в игре будет больше 50 фрагов. И им не важно, кто сделает фраги, достаточно 50 фрагов отдать просто в игре. И все. И ты просто идешь и умираешь. Тебе вообще надо покеру, в принципе. Это как раз та самая игра. Долбит. Ой, жесть. Они убивают его? Хорош. А это, кстати, неплохо. Найк зашел, его Айнкрат в пульверайз поймал, потом глобал. А Найксу глобал сбить пока себя нечем. Он не купил себе ничего для этого. Убивают, правда, ТБ. Тут же умирает Панту Мем. И на этом вообще в один раз ван мув отсосали. Ну, кстати, Найксу надо брать с себя что-нибудь, чтобы глобал снимать. А Зидан. Ну, Зидан-то когда играл в последний раз? Про Зидану уже разговаривали. Опа. Бам. Бам. Пульверайз по Китавру. Неплохо. Китавр-то может погибнуть. Ну да, должен умирать. Китавр умирает. Врыв-то от Ти Спирит не самый удачный. Хотя Ларри продолжает банкет. Здесь он на хосте у Панту Мем. Проблема глобал. Пошел. Панту Мем. Панту Мем. Это Мем. Это Панту Мем. Это едет Панту Мем. ТБ заходит в спину. О, ебет. Хорош. Мне посоветовали в чате смотреть сначала на ранг в доте. Так что, если что, добавляйтесь 120 миллионов 46 тысяч 390. Вот, ребят, если что, это Полина. Та самая. Ну, как есть. Так, глобал пошел. Зачем? Непонятно. Ларри хотят взять. Ларри. Гирокоптер идет. Ебать его. Пизда ему. Пизда. За ним и летит ракета. Хорош. Кто пиздел на гирокоптера? Это лучший герой. Мипошка. Мипошка ультит. Все пытаются пробить его. Прогревают мипошку. Хорошо. Коллапс. Коллапс уже ничего не сделает. Долбит нормальный Мирослав. Там Монкуша. Это минус 3, дорогие друзья. По коллапсу бегут. Етора. Етора остается один. Етора. Лучше не рисковать. Уже потихонечку валить отсюда. Ну и кто пиздел? Кто? Хавл открывался это. Тухлая. Тухлый эрот все. Кто открывал? Хуже всяких диаболиков. Так. Глобал. Ииии. Убивается просто здесь Етора, ребят. Ни БКБ. Ни рейдж. Нажать он не смог. Бруда. В погоню за мипошкой. Отправляется. В принципе, за всей командой. Коллапс, если что, стампит. Фрустав пошел. Пауки ведут преследование дальше. И на этом моменте все. Погоня заканчивается. Ракета летит, смотрите. Трррр. Бам. Нападение на Айнкрада на центре. Но нападение выглядит как прохлада. Или же нет все-таки? Слушайте. Да нет, не прохлада. Команда подтянулась и нормально. А! Пизда. Ракету возвращают. Дядя, не надо. Но если кентавр без шарда сам, то ракеты без шарда. Надо, чтобы у героя, из которого влетает ракета, у него тоже был шард. Тогда там тоже полетит ракета с шардом. Но ради этого покоять шардом всем, конечно, вряд ли хочется. Опа. Убивают кого? Это сайленсер. И убивают кого? Это гиро-гиро-гиро-лёд. Ой, пропеллер отказал у гиролёта. Ну, елы-палы. И что, брокет-бараш у героя был? Нет, это не обязательно. Достаточно шарда. Втроём её оформляют. В этот момент на верхнем аванпосте тоже какой-то замес. Пошёл глобал. Непонятно, зачем глобал. Вроде как уже всё закончилось. Но кентавр таким погибает. А зачем, кстати? Я вот сейчас... Только сейчас... Я реально этого вначале не понял. Вот сейчас понял. Смотрите. Коллапс начал тпаться. Смотрите, он начал тпаться. И я вот думаю... А чё случилось? Типа, его кто-то форснул? Смотрите. Реально, кто-то форснул. Но... Ну, благо он умер. Но форснуть-то мог кто? О, Сайленсер, блин. А нахуй это форснул? Форс не сбивает тп. Но он вот так форснул, что тп, поняли? На миг потерял... Как бы фокус. Ну, 9000 ведут спириты. Да. К сожалению, камбэк от OneMove, он... Ну, как бы состоялся, но неполноценный. Немножко они камбэкнули, действительно. Но дальше... Всё пошло по пизде. И... Ребят, Ларе будет больно. Да. Ну, не настолько-то ему и больно по итогу. Не настолько-то и больно. Ракетку. В Мирослава зарядили. Долбит нормально. Шарт есть? О, смотрите. Вот она. А где, пердёж? Фейк инфа, фейк инфа. Фейк инфа никакого баража не будет. Понятно, кто пиздел, блядь. Типа просто он не делает дэм... Если бы он делал дэмэдж... Ой, он как-то жевает БКБ грамотно. Глобал, хорош. Хорош-хорош. Неплохо разминают коллапсы. Коллапс вроде как погибает. Пока что ещё жив его. Кажется, Рубик спас. Зевс просто заходит в толпу. Ноль дэмэджа по нему, потому что он с Бладстоном не получает урона. Точнее, урон-то он не получает. Но он регенится просто жесть. Как? Да, и всё. ТБ, правда, начинает его бить. Бладстон уже неактивный. Зерил на себя. Минус три. У Ван Муф уже. ТБ здесь дерётся. ТБ не смог использовать Сандар. Кто-то байбекается, летит. А это Рубик полетел. Ну, минус три тоже. Спириты... Ну, теперь трёх героев потеряли, но... Байбек ещё от Рубика там какой-то. От Кентавра. Или не от Кентавра. Да, вообще-то пофер. Мне сегодня приснилось, что тебя взяли в команду Крамзеса и прочим. А на следующий день кикнули за кринжевые старперские шутки, которые молодые игроки не понимали. Слушай. Это... Могло такое произойти, если что. Ну, на самом деле, нет. Если что, я очень хорошо нахожу язык с молодёжью. Очень хорошо. Этот момент. Для тех, кто не видел. Ну, а для тех, кто видел, чтобы в памяти освежить. То есть, просто там уже давно можно было бы просто ГГ написать. Чё тут сопротивляться, что называется. Но, тем не менее. Так, так и говоря, ФНГ опозорился в том матче, если что. Он был как раз против Миркла. Умирает Герокоптер. Сколько раз сдох? 16. Классический мой счёт в паблике, ребят. 1.16.15. Это примерно каждая моя вторая игра. На вот Герокоптер, Веномансер. Поехали. И Тора бьёт по ТБ. Ну, видите, пробивает он его реально не суперкруто. То есть, ТБ пипец, как долго живёт под этим Найксом. Ну, там уже появился Башер. Так что, ТБ, может, и живёт. Но драться ему крайне некомфортно. Все байбэкаются. Ну, просто какой-то конвейер пошёл. Байбэки, дайбэки. Все умирают. Пошёл ТБ. Сандер уже нажал. БКБ на КД. Всё это, как говорится, ГГ. Пишите бездаря. Ну. Ну, что тут сказать. Просто, конечно, объективно-объективно. Спирит гораздо сильнее, чем OneMove. И говорить тут не о чем. Субтитры сделал DimaTorzok